Мусульманские духи, браты, бисмиллах. Хороший запах. Добавляйте. А теперь переведите. Спасибо Аллаху, что мы ждали год, месяц, чтобы молитву читать. Все мусульмане собрались здесь. Инша Аллах. Как объяснить тем, кто не знает, что такое Курбан Дайрам? Мольба, мольба. Каллаху. Жертвоприношение. Хаджи идут в Маке. Арабисто-Саудовская Аравия. На этот праздник барана решит. Когда-то вместо барана резали, убивали детей. Потом Аллах послал барана для приношения жертв. После этого началось... Курбан Дайрам, мы приносим жертву для Аллаха. Пророк Исмаил увидел во сне, как Всевышний приказал ему убить собственного сына. Я вам вкратце не посвящаю. Просто у него долго не было сына, родился сын. Тогда пророк Исмаил пошел, отвел на гору своего сына, взял нож. И в последнюю секунду, когда нож занес уже над горлом сына, Аллах отвел, затупил нож. Разные есть версии. Затупил нож, нож выпал. Но не важно. Короче, сына он не убил. Аллах не дал ему этого сделка. И это говорит о том, что проверный мусульманин готов выполнить любую волю Всевышнего. Даже такую дикую, с цивилизованной точки зрения, как убийство собственного сына. Как жизнь вообще? Дорожает продукты, доллар растет, евро растет. Это уже нас не волнует. Потому что то, что Аллах даст нам, и то ему лучше. Но это неправда. Всех это волнует. Как не волнует? А мы что можем? Живем. Можно жить спокойно, а можно волноваться. А ничего не можем, и поэтому лучше жить спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok